Давайте мы вместе прочтем. Мы не только умерли со Христом, Библия говорит, что мы воскресли вместе с Ним, мы воскресли в Нем, Он воскрес в нас, потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Обратите особенное внимание на вот этот стих, о котором апостол Павел пишет очень глубоко, чуть-чуть попозже мы его рассмотрим. 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, а теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Иисус Христос не знал греха, Он был во всем искушен, но греха не делал. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Скажи аминь, так говорит Священное Писание. Это все очень серьезно, и я бы хотел буквально в течение 10-15 минут порассуждать над этими местами из Писания, потому что сегодня у нас Святой Великий День, Великой Пасхи, Пасхи Христовой. Эти последние недели мы размышляли над тем, что очень удобно иметь Бога где-то у себя в уголочке в виде маленькой иконки или распятия, чтобы периодически протирать с него пыль, потому что Он тебе не мешает грешить, Он тебе не мешает делать то, что ты хочешь. Когда тебе стыдно за что-то, просто опрокинь иконку, чтобы твой Божок тебя не видел, и продолжай делать свои дела. Но вы знаете, Писание и по этому поводу очень четко говорит о том, что таковы будут и те, которые поклоняются таким Богам с маленькой буквы. Так как их Боги имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат, имеют руки и ничего не могут сделать, не могут помочь, так и будут и поклоняющиеся им. Так говорит Писание в Псалтере, вы можете проверить. И вы знаете, очень неудобно иметь живого Бога в своей жизни, когда ты приходишь в свою тайную комнату, начинаешь призывать Его святое имя, и ты оказываешься во святая святых Бога, потому что Иисус Христос тебе так обещал. Он омыл тебя драгоценной кровью, возлюбил тебя, не взирает на твой грех, и ты, омывшись Его кровью, можешь входить во святая святых Богу, но Бог от тебя что-то ожидает. Он дает тебе заповедь, возлюби врага своего, благослови проклинающего тебя. Удобно ли это? И ты выходишь из тайной комнаты, и тебе надо полюбить своего врага, тебе надо благословить того, кто тебя проклял буквально сегодня. Тебе надо просто кому-то сделать подарок, кто тебя всячески ненавидел и гнал за имя Христова, и приобрести друга. Всякое добро побеждает злом. Вот такого Бога иметь неудобно, живого Бога иметь неудобно. Поэтому мы будем лучше поклоняться, да, видимому Богу, которого можно вот так просто спрятать куда-нибудь. Апостол Павел по этому поводу так и пишет. Вот, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Христос умер за нас, чтобы мы уже не жили для себя, а жили для Бога. 16 стих уникальный. Потому что, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Вот апостол Павел никого не хотел знать по плоти. Ну, это такое, знаете, целое понятие в Библии плотских, ну, есть плотские христиане, к сожалению, да, которые только называются христианами. Ну, номинальные христиане, которые просто говорят о том, что мы христиане, но мы, ну, мы, мы живем так, как мы хотим. Бог нам не указ, мы хотим пить, и мы пьем, да, мы хотим курить, и мы курим, мы хотим блудить, и мы блудим. Ну, мы христиане, да, ну, просто мы верим в Иисуса Христа. Ну, Библия говорит, что и бесы тоже веруют и трепещут. Бесы тоже веруют. Поэтому, как бы, и бесам никто не запрещает верить, но спасает ли их такая вера? Нет, не спасает. Вы знаете, Библия нас призывает не жить уже для себя, и апостол Павел, он никого не знал по плоти. И он утверждает, что если мы и знали даже Христа по плоти, то мы уже не знаем. Сегодня мы не знаем Христа по плоти, мы знаем Христа в невидимом мире. Потому что блажены не те, Иисус Христос говорит, которые, поверив, поверили, увидя Иисуса Христа, вложили персты свои. Блажены те, которые, не видя, веруют в невидимого Бога. И вы знаете, на самом деле, сегодня я просто вот хотел бы донести одну такую мысль. На самом деле, Бог настолько так сильно любит мир, возлюбил все человечество, что Он сделал все возможное. Спектр спасения на сегодняшний день просто колоссальный, просто великий. Это показывает всемилосердие, многомилостность, долготерпение Божие о том, что... Мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что разбойник спасся на кресте. Тот, который убивал, тот, который на самом деле грешил, который делал такие страшные преступления, и вот он висит вместе с Иисусом Христом и просто сказал, Господи, помяни меня, когда будешь на небесах. Ныне же будешь со мной в раю. Смотрите, что говорит Иисус Христос. Ныне же будешь со мной в раю. Как велика Божья любовь. И вот сегодня, да, мы смотрим, Петр трижды отрекся от Иисуса Христа. Через какое-то время он становится величайшим апостолом на земле, ставит церкви, даже своей смертью прославил Господа Иисуса Христа, его распяли вверх ногами, потому что он посчитал недостойным, чтобы его распяли так же, как его учители. И даже то, что среди учеников Иисуса Христа находился Иуда Искариот, который потом продал его, который потом предал его, говорит о величии Бога. Кто-то может сегодня сказать, ну как, ты же видишь сам, что в вашу церковь входят грешники, которые реально откровенно грешат. Ну посмотрите на Иуду Искариота. Почему Иисус Христос его так открыто не обличил, не сказал, вот ты меня предашь. Иисус Христос даже об Иуде Искариоте говорил тайнами. Ну просто один из вас предаст меня, кто-то, кто-то, кто не говорит Иисус Христос. И ученики каждый думают, что это может быть я предам, а может быть я, а может быть я. А Иисус Христос прекрасно написано, он знал от начала, кто предаст его. Знал, терпел, покрывал любовью и давал шанс. Поверьте мне, давал шанс Иуде. И в любой момент этот человек мог бы покаяться, даже перед своей смертью. Ну если бы, конечно, не повесился, как он повесился, потому что грех самоубийства это такой же грех, как и убийство. Покаялся бы, просто сказал, Господи, прости меня, и Бог бы его спас. Но все вот это, вся вот эта ситуация, что Иисус Христос уважает выбор любого человека. Ты можешь сегодня жить, продолжать грешить. Бог уважает твой выбор, как уважал выбор Иуда Искариота. Он жил вместе с ним, он вместе с ним спал. Иисус Христос омыл ему ноги, преподал ему вечеря в любви много раз, много раз. Обнимал, как предал Иуда Искариот Иисуса Христа, целованием, поцеловал. Можете себе представить, Иисус Христос принял это целование. Насколько велика безграничная любовь Иисуса Христа. До последнего давал шанс. И человек не воспользовался. Кем мы сегодня хотим быть? Или мы хотим быть новыми творениями, которые уже приняли решение? По крайней мере постараться. Я сегодня не говорю о том, что сегодня мы все оставим, мы будем жить только для Иисуса Христа. Но по крайней мере просите у Бога силы, благодати. Иисус, помоги мне жить для себя. Я не хочу уже жить для себя, для своей плоти. Вот это моя жизнь. О том, что я не хочу жить по плоти. Если вы посмотрите на мое окружение, Бог так делает, что сегодня я окружаю себя теми людьми, которые духовные, которые родились от Духа. Мне неинтересно с теми людьми, которые по плоти живут, о плоти размышляют, о каких-то вожделениях, о каких-то куда сейчас сходить, где повеселиться, где покутить, где хорошо потратить деньги. Мне это неинтересно. Это мой выбор. Слава нашему Богу. И вы знаете, просто вот, ну как было бы прекрасно, вы знаете, Библия раскрывает одну тайну. О том, что только те, которые во Христе Иисусе, которые обновились, которые просто вот так прогласили, я новое творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. Я новая тварь во Христе Иисусе. И сегодня я буду жить только для Иисуса Христа. И ты начинаешь приобретать награду. Какую награду? Которую там на небесах. Это развитие близких взаимоотношений. Написано, без святости никто не увидит Господа. Никто. И наоборот, те, которые посвятили, последний стих в этом написано, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы сделались праведными. Бог хочет, чтобы мы сделались праведными. Бог любит нас такими, какие мы есть, но Он не хочет, чтобы мы оставались такими мы есть. Постоянное, каждый день, какое-то развитие, обновление, познание Господа Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, я каждый день обновляюсь. Мой ветхий человек со дня на день, он тлеет. А новый человек, он со дня на день обновляется. В Господе обновляется юность моя. Вот это, вы знаете, жизнь, когда ты живешь с Иисусом Христом, когда ты советуешься с Ним, потому что Он есть Дух-советник. Сегодня Он приходит в силе Святого Духа. Он желает, чтобы ты советовался по самым разным вопросам. Иисус, подскажи. Иисус, пожалуйста, вот просто я не знаю, что сказать. В тайной комнате проговори мне эти тайные слова, чтобы мне сказать, чтобы мне приобрести мудрость, которая сходит свыше. И Бог дает. Бог всегда верен. Бог, дай мне любви. У меня нет такой любви. Дай мне любви, чтобы полюбить. И Бог дает. Бог, дай мне силу, чтобы превозмочь это искушение, которое пришло. Ты обещал, что при искушении дашь и силу Святого Духа, чтобы можно было превозмочь пересилить любое искушение, любое испытание. Нет на земле такого испытания или искушения, которое нельзя было бы побороть с силой Святого Духа. Скажи Аминь. Слава нашему Богу. Поэтому, знаете, Иисус Христос воскрес. Мы каждый год празднуем, каждый год провозглашаем. Иисус Христос воскрес, воистину воскрес. Спроси сегодня у себя, воскрес ли он лично для себя? Воскрес ли он в твоей жизни? Воскрес ли ты во Христе Иисусе? Позволил ли ты Иисус Христу жить в своей жизни? Вот эти вопросы очень важны. Для твоего спасения, для спасения твоих близких, для того, чтобы жить с Богом, для того, чтобы познавать Его, для того, чтобы потом вместе на небесах возрадоваться с Господом. Потому что, если ты здесь на земле радуешься Иисусом, то там ты и будешь тем более радоваться. Но если ты здесь постоянно в угнетении, просто постоянно в поражении, просто на самом деле, это твой выбор, потому что ни в аду, ни в раю не будет случайных людей. Послушайте меня внимательно. Каждый сознательно идет в рай, Иуда Искариот сознательно шел в ад, это был его выбор, и Бог уважал этот выбор. Апостол Петр сознательно шел в рай до последнего, своей смертью даже желая прославить Иисуса Христа, и он это сделал. Ничто ему не помешало. Давайте мы коротко помолимся. Просто если вы согласны, повторите за мной библейские слова. Господи, дай мне познать Тебя. Научи меня жить для Тебя Твоей силой. Твоей премудростью, Твоей безграничной любовью. Помогни мне исполнить заповеди Твои, заповеди совершенства. Возлюби врага своего. Благослови проклинающего Тебя. Возлюби, кто Тебя ненавидит. Молись за Того, кто Тебя обижает. Благотвори тем, кто Тебя всячески злословит и ненавидит за имя Иисуса Христа. Господи, я сам не могу исполнить эти заповеди. Но благодатью, благодатью Иисуса Христа я есен тот, кто я есен. Просто доверившись Тебе, дай мне позволять Тебе делать то, что Ты хочешь. Да будет Твоя воля, не моя воля, но Твоя воля да будет. Иисус Христос воскрес для меня. Иисус Христос воскрес в моей жизни. Я воскрес. Я совоскрес вместе с Иисусом Христом. Я позволяю воскресшему Иисусу Христу жить своей жизнью во мне. Во имя Господа Иисуса Христа молились. Аллилуйя. Аминь. Иисус Христос воскрес. Аминь. Будьте благословены. Продолжение следует...